Ой, ну запомнились, конечно же, вот мои любимые, это Лера, Амина и Вилка, вот, я не знаю, это очень потрясающие девочки, я вижу в них пипец какие изменения, они стараются, они работают над собой, они делают все, чтобы измениться, изменить свою жизнь, и я смотрю на это все, и просто вот так вот, с открытым ртом, потому что мне пипец как это нравится видеть в них, и вот, честно, я вот сейчас на данный момент очень хочу с ними увидеться, но понимаю, что нельзя, не получится, вот, и я могу сказать, что я их очень люблю и скучаю по ним, вот, это мои самые любимые девочки с проектом. Вилка, любовь моя, блин, она, короче, мы с ней там на проекте перестали близко общаться, потому что она начала меня ревновать к Лере, Амине, что я там с ними где-то нахожусь чаще, то, что они меня там зовут куда-то, ну, в плане там типа Рони, иди сюда, там, то-се, вот, и Вилка ревни, ну, то есть ревнует, она собственница, как она мне об этом сказала, вот, и когда мы с ней об этом разговаривали, я говорю, Вил, блин, я не могу так с тобой общаться, когда ты так себя ведешь, она начинает на меня кричать, ругаться, я сижу, просто слушаю и понимаю, что, блин, я ей на самом деле дорога, раз у нее такая реакция, я ей не безразлична, вот, я на нее в ответ не ругалась, я все это выслушала и сказала, что поговорим позже, когда ты придешь в себя, вот, как-то так. На последней серии мне было очень обидно за то, что меня не показали, когда я пыталась спасти девочку от таблеток, от всего, вот, это был, мне кажется, самый эмоциональный мой этап на проекте, где, ну, просто, у меня слезы ручьем, у меня истерика просто, и мне было обидно, что меня не показали, я вообще не понимаю, почему меня, типа, показывают мало, а, нет, я все понимаю, я не даю трэша, я не даю мяса, я не даю какой-то жести, вот, поэтому меня показывают мало, так, изредка показали мое лицо, типа, вот, Ронни здесь, если что, не теряйте, но это сидец. То, что я бегала к соседям и украла свой телефон, это было не для того, чтобы меня выгнали, к соседям бегала я, потому что мне нужно было общение с кем-то еще, я просто реально сходила уже с ума, я человек достаточно общительный и люблю новые знакомства, поэтому я не побоялась и пошла к соседям, я не подумала о том, что меня могут выгнать и так далее, а вот за счет телефона я на самом деле переживала, я знала, что я сейчас подставляю себя очень сильно, помогая девочкам, вот, и вообще мы все думали, что нас не заметят, телефон не увидят и все, я верну его спокойно обратно, но случилось то, что случилось. С Лизой я не была знакома до проекта, я даже ее, ну, вообще нигде не видела, никакие фотки, ни соцсети, я ничего о ней не знала, вот, но скажу, что на проекте это первая девочка, с которой мы вообще заговорили, типа, вот, ну, наше общение не было таким супер близким, но она очень хорошенькая. Несмотря на то, что серии идут по три часа, все, просто там очень много чего вырезали, были конфликты, которые не показали, к сожалению, я не помню, потому что у меня немного провалов в памяти, поэтому я не могу сказать, кто с кем конфликтовал, что вырезали, но вырезали очень много. Мне писали девочки, которые уже вылетели, говорят, Ронни, блин, почему все вырезали, типа, там было это-то, вот, я понимаю, что это все не влезает в один эфир, вот, поэтому, возможно, где-нибудь покажут, не знаю. Я безумно надеялась, что проект мне, правда, поможет решить проблему с родителями, поможет проработать проблему недоверия к людям и так далее, но, к сожалению, я не успела. Проект помог только тем, что у меня там прирост подписчиков в соцсетях, меня, типа, заметили и так далее, и все. Вот все, что он дал мне. Нет, я, конечно, рада, типа, это очень круто, классно, но мне бы хотелось в первую очередь решить проблему с папой, потому что я была уверена, что мы с ним увидимся на родительской неделе, но меня выгнали прямо перед ней. Я бы первый раз в жизни его бы увидела, и, возможно, мы бы решили очень много вопросов, очень много проблем. Я думаю, я считаю, думаю, что больше всего расстроилась Лера, потому что мы с ней очень сильно законнектились. Я считаю ее лучшим другом проекта. Я безумно ее жду, и я уверена, что она расстроилась, потому что мы изначально с ней говорили, что... Ну, она мне говорила, что если, Ронни, ты уйдешь, мне будет очень плохо без тебя здесь. Типа, я сказала, что ни в коем случае не опускай руки, борись до конца, и я хочу, чтобы ты взяла первое место. Без первого места, говорю, не возвращайся. Поэтому я думаю, что Лера, да. На данный момент я общаюсь... С кем не общаюсь? Блин, на данный момент я пока ни с кем не общаюсь, но после проекта я планирую продолжать дружбу с Лерой, Аминой и Вилкой. Вот наша святая троица, точнее, нас не троица, у нас четверо. Вот, и с этими девчонками сто процентов я планирую дальше общаться. Все, больше ни с кем. Я слышала об этом просто практически от каждого человека, от каждого хейтера, от девочек, что я типа, мол, за проектом... Пришла за хайпом на проект. Вот, но... Сейчас объясню. Хайп это... Что такое вообще хайп? Я не знаю, я даже копаться в этом не буду. Значит, на проект я пришла в первую очередь, чтобы проработать проблему с отцом. Я там уже выше говорила, я очень хотела его увидеть первый раз в жизни. Вот, и обсудить с ним очень много вопросов. Возможно, он бы мне рассказал то, чего я еще не знаю. Он мне говорил, что ты еще не готова к таким новостям и так далее. Вот, а хайп, блин, это дело самое последнее. И, к сожалению или к счастью, практически все девочки приходят на проект за хайпом. То есть, окей, они прорабатывают проблемы, но хайп, он тоже присутствует. Это такой смешной вопрос. Блин, смотри, с Вилкой мы только друзья. Лучшие друзья у нас никогда не будет какого-то союза крепче, чем дружба. Засосы сделала не я, сразу говорю, это сделала Лера. Сори, Лер, прости меня, пожалуйста, если ты это увидишь. Вот, я просыпаюсь утром, вижу у Вилки засосы. Я такая, что происходит, откуда они у тебя? Она такая, это Лера. Я такая, бля, девочки, вы что? Вы сейчас все это на камеру покажете. У людей будет очень много вопросов. Все будут думать, что это мы с тобой, но нет. Короче, на самом деле это все забавно, что люди думают, что это у нас с Вилкой что-то большее. Нет, мы с ней прям friends. Блин, это жесть, ребята. Выходные дни, это ужас. Просто, чтобы вы понимали, нам нечем заняться. У нас ничего нет. И мы просто ходим, бродим по этому дому целый день. Мы безумно ждем ночи, чтобы лечь спать. И все, и на следующий день съемки. И вот из-за этого, из-за того, что на выходных нам нечем заняться, мы ползаем к соседям. Мы вытворяем всякую дичь, потому что пипец как скучно. Просто ужас. Я никогда не любила выходные на проекте. Съемочные дни длились всегда по-разному. Бывало и по шесть часов, бывало и сутки, бывало и по три часа. То есть, вот. На самом деле, я сходила один раз к психологу Любовь Розенберг после проекта. Мы с ней пообщались. Но у меня не отозвалось ничего. Все, что она говорила, просто мимо, к сожалению. Возможно, просто это не тот психолог, который мне нужен. Потому что их нужно очень тщательно подбирать для себя. И я перестала ходить к психологу. И просто пробовала прорабатывать проблемы как-то сама. Очень много про-про. И я общаюсь со своими друзьями. Некоторым из них я что-то рассказываю про себя. Они дают мне какие-то советы, что-то говорят. И на самом деле, это очень прикольно. Ой, планы на будущее, ребят. Я очень обожаю мечтать. Очень обожаю что-то делать. Короче, смотрите. Я планирую снова начать танцевать. Снова ходить на тренировки. Развиваться в танце. Еще я ищу сейчас на данный момент учителя по вокалу. Который учился не в России, как бы петь, а за рубежом. Потому что я очень люблю зарубежную всю вот эту вот тематику. И знаю, что там вокал намного профессиональнее и лучше. Вот. Поэтому я в поиске учителя. И еще хочу сдать на права и вот. И кататься на машине. Пока такие планы. Продолжение следует.